Отклонить неверное обучение слэш доктрины. Христиане должны быть бдительны к обманчивым учителям, которые маскируют людей под их эгоистичные замыслы. Точка, христиане должны быть бдительны к обманчивым учителям, которые маскируют людей под их эгоистичные замыслы. Некоторые учителя и учения. Несоответствующие Библии есть, и верующие должны быть бдительными, чтобы не стать их жертвами Апостол Павел имел подобное предупреждение для Галатийской церкви, когда говорил об этом «Я удивляюсь, что вы так быстро отвращаетесь от того, кто призвал вас по благодати Христа К другому Евангелию, которое не является другим, но есть некоторые, кто беспокоит вас и хочет извратить Евангелие Христа Но даже если мы или ангел с неба проповедуем тебе какое-нибудь другое Евангелие, кроме того, что мы проповедуем тебе, пусть он будет проклят Как мы уже говорили раньше Так и теперь повторяю, если кто проповедует вам какое-нибудь иное Евангелие, нежели то, что вы получили, да будет проклят Гал 1, 6, 9, 9, Урок, христиане должны отвергать непредсказуемые и вводящие в заблуждение учения, которые не имеют основания В священных писаниях Небесный связанный верующий не должен просто верить в то, что ему преподносит учитель, не устанавливая при этом фактов Нет ничего более фактического, чем Библия, и это остается основным руководством для всех христиан Поэтому все христиане должны перекрестно ссылаться на то, чему их учат, с Библией, учения, не имеющие основы в Библии Должно быть откровенно отвергнуто Между тем, важно, чтобы христиане молились и просили толкования Святого Духа по всем вопросам Дух Божий прольет свет на все вопросы, и он просветит наш разум, чтобы понять истину Кроме того, Святой Божий Дух даст нам силу исполнять священное писание Молитва, дорогой Бог, пожалуйста, помоги мне постоянно изучать Библию и слушать руководство Святого Духа Не дай мне лениться изучать Твое Слово Также позволь мне молитвенно обдумывать каждое представленное мне учение, и дай мне благодать отвергать обманное учение Дай мне возможность принять и прославить всю истину, которая освободит меня от греха и сделает меня небесным связанным Пусть Твое Слово и руководство Святого Духа процветает во мне сейчас и всегда Ибо во имя Иисуса Христа я делаю мои просьбы Аминь Аминь Аминь